Всем привет! Мы заблудились где-то в Канаде и не знаю, как добраться домой. О, боже мой. Походу, скоро этот канал будет называться Алина Антиканада. Субтитры делал DimaTorzok Наша первая зима в Канаде. Вы посмотрите, сколько снега! Субтитры делал DimaTorzok Чтобы выйти на работу, люди должны по несколько часов... Вот у нас Мария, которая нас прилетела. Два часа до работы чистила снег, и до сих пор мужчины не могут его почистить. Люди опаздывают на работу, люди вон... Кстати, а говорили же, что дороги его здесь чистят. Не до конца. Ещё не успели. Офигеть! Главные дороги сразу же чистят, как будто этого не замечаешь. А вот между домами ещё не успели. Например, если Ваня будет уезжать на несколько дней, как я вообще буду уезжать на машине и вообще даже открывать дверь из дома. Это и большой вопрос. Все вышли чистить снег. Вон все соседи. Я тоже немножко начала копать. В общем, ты обязан почистить ещё вот эти вот общие тротуарчики. Ну, до какой-то там своей половины. Если ты это не сделаешь до 12 часов после того, как закончился падать снег, то тебя могут оштрафовать. Ну, что скажете после такого? Хотите жить в Канаде? Да. Смотрите, какая классная атмосферка. Здесь получается каток. Он совершенно бесплатный. Играет колонка с музыкой. Это библиотека. Это прям совсем недалеко от нашего дома. Сегодня замечательная просто погода. Такое солнышко. Вот все почистили снег. Вы уже смотрите, как чисто на дорогах. Изумительно. Что бы было в России в это время? Хохит! Ау! Мы просто в шоке. Очень красиво, очень уютно. Мы сейчас находимся в районе Брантон. И живём у нашего очень хорошего знакомого. Маник меня кидает снеги. Вот. Недельки на две, может, мы у него задержимся. Пока не найдём свою собственную квартиру. Ну, в аренду. Потому что здесь снять квартиру очень-очень сложно. Так как ты прибыл, у тебя нет кредитной истории, у тебя нет документов, нет подтверждения, что ты где-то работаешь и ежемесячно получаешь доход. Поэтому нужно снимать или посуточно, или у кого-то жить. Но мы пока даже не можем смотреть квартиру. Знаете почему? Потому что здесь гигантские расстояния. На самом деле Канада очень-очень большая. И первым делом мы хотим купить машину. Но мы не можем купить машину. Всё просто идёт друг для друга. Потому что нам нужно какое-то канадское ID. Это может быть, например, права канадские. Можем сдать только на G1. Я отдельно про это всё, конечно, сниму видео, потому что ничего не понятно. В общем, сейчас наша главная цель — сдать хотя бы теорию, и тогда нам дадут уже какой-то канадский документ. Дорога закончилась. Дорога закончилась. Кому здесь штраф выписать? Пошли обратно. Привет, ребята! Мы в Брандоне! На этом всё. Мы сегодня открывали счета и брали тарифный план на телефон. Если честно, я очень-очень сильно расстроена, потому что всё безумно дорого. И ещё мы не включаем таксы, налоги, потому что всё здесь пишут без налогов. А налоги в Торонто, в Онтарио — 13%. То есть ты об этом вообще не думаешь. В общем, открыть счёт в банке, в принципе, проблем никаких не было. Что для меня как для студента, что для визитора как Ваня — никаких проблем не было. Для меня было очень много бонусов, например, бесплатное обслуживание на весь период моей учёбы. А также мне дали как подарок 150 бесплатных долларов. Если я выполню там какие-то условия. Нужно оплатить Амазон, там ещё что-то купить. Ну, в общем, небольшие такие опции. И за это мне дадут бесплатно 150 долларов. Прикольно. Ребята, открываем карту. Смотрите, сколько документов она нам приготовила. Это наши копии. Это только на меня. Смотрите, какие здесь красивенькие домики. На какой не посмотришь, хочется жить в таком. Все очень новенький, уютненький. Смотрите, какие две клёвые тачки. Они стоят огромные. Также мне одобрили кредитную карточку с лимитом на 500 канадских баксов. Вы знаете, наверное, что в Америке, в Канаде кредитная история очень здесь важна. Поэтому она нам необходима. Через 6-7 месяцев я могу позвонить в банк и увеличить свой лимит на кредитную карточку. В банк мы пришли к 11 часам. Записались заранее, потому что они очень загружены. Процесс весь происходил на английском языке, но все очень понятно и доступно. Я впервые увидела свой колледж. Видите, какой он огромный. Я в шоке. Я на канале Алина из Тольятти. И на данный момент мы находимся где-то в Канаде. И не можем попасть домой, мы заблудились. Сейчас мы ездили переводить наши документы на английский язык для сдачи на водительские права. Почему мы не стали делать перевод в России? Потому что нам сказали, что его могут не принять. В большинстве случаев его не принимают. Нужен специальный переводчик, сертифицированный именно Канадой. Ребят, знаете, есть несколько стадий, когда ты эмигрируешь. Стадия отрицания, стадия адаптации, стадия принятия. И вот сейчас у меня стадия непринятия и отрицания вообще всего. У меня все раздражает, все не нравится. Здесь совершенно все по-другому. Здесь, во-первых, очень-очень большие расстояния. Чтобы добраться от точки А до точки Б, тебе нужно полтора-два часа в одну сторону минимум. Поэтому без машины здесь просто нереально. Чтобы выйти в магазин, это 15 минут до самого стрёмного магазина, там 40-50 минут до нормального, приличного там магазина, да. Чтобы там выйти в какой-нибудь парк погулять, это тоже надо брать машину. А чтобы сделать какие-то дела, это тебе просто нужно день выделять, чтобы чисто, я не знаю, доехать, наверное. Проезд здесь также стоит очень-очень дорого. И здесь много таких, знаете, даже поездов, скоростных поездов, чтобы добраться, например, с нашего города до центра города, до Торонто. Нужно брать поезд. Представляете? И как бы в одну сторону 800 рублей на человека, в другую сторону 800 на человека, плюс при этом несколько автобусов. Ну, это просто крейзи. Еще сейчас погода совсем не теплая. Тебе нужно стоять на морозе, ждать минут по 20 свой автобус. Иногда они могут приходить не по расписанию, иногда у тебя вообще там нету, да, интернета, или он плохо ловит. И... Да, все наши хейтеры, услышав эти слова, сейчас будут радоваться. Но это всего лишь первая неделя, и я как бы говорю вам все как есть, что я чувствую на данный момент. Конечно, когда мы купим машину, уже, я надеюсь, совсем скоро будет гораздо легче. Сейчас мы поедем на автобусе, который называется вот так вот GO. Две большие зелененькие буковки, они вот зеленого цвета, есть автобусы и есть трамвайчики. А он такой двухэтажный, классный, сейчас он подъедет, я вам покажу. А он не двухэтажный, а листокусный. Правда? Одноэтажный. Мне кажется, это двухэтажный. Да, одноэтажный, а он двухэтажный. Блин, хотела вам показать двухэтажный, а он одноэтажный. Вот я думаю, мы на таком поедем. Хороший плюс, здесь есть Wi-Fi. Мы идем кататься на коньках, точнее только я, потому что Ваняного размера не оказалась. Я хотела вам снять такой минус Канады, что здесь очень пусто и люди не гуляют. Ну, как вы видите, да, на дорогах. Но на катке довольно много людей. Я в шоке. Я думала, я буду кататься одна. Да. 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 Да.